Падение рождаемости является проблемой во всех хоть сколько цивилизованных странах. Вот просто взгляните на карт, все страны окрашены в голубой и синий цвет вымирают. Для понимания в Южной Корее коэффициент рождаемости становится 0.8, то есть на одну семью из двух человек припадает 0.8 ребенка. Когда как в нормальной ситуации, когда население потихонечку вырастает, данный показатель должен быть больше двух. Но в Восточной Европе ситуация не намного лучше. В Украине данный коэффициент становится 1.22, в Беларуси 1.38 и в России 1.5. Но как это исправить? Может улучшить социальное обеспечение, реформировать медицину? А может лучше кричать из каждого угла о том, что нужно рожать? Будто телевидение, статьи или публичные выступления. Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате выпускается вот эта детородная функция. Призывать женщин в 21 веке отказываться от образования в пользу ранней беременности, это конечно сильно. И мне на глаза, как и любому не АФК стримеру, попался новый сезон беременной в 16. Ну или точнее, мама в 16. Которое я смотрю уже не первый год, и которое с каждым годом все дальше и дальше отдаляется от своих изначальных корней. А именно трешового шоу, которое призвано пугать молодое поколение и заставлять их задуматься о последствиях, которые могут иметь при ранней беременности. Которое тупо превратилось в тупую ссоревую пропаганду. И понимаете, как бы пропаганда это неотъемлемая часть любого государства, от нее так или иначе никуда не деться. Но, камон, не так же бездально. Во-первых, из шоу убрали обсуждение возможного аборта. Да, как бы еще ни разу в истории шоу аборта не было, потому что это разрушает суть этого шоу. Но раньше этому уделялось довольно много времени. Каждый из членов семьи выражал свои мысли по этому поводу. Они консультировались с врачом и в итоге принимали нелегкое решение о том, чтобы сохранить беременность. Сейчас же они скажут максимум. Я беременна. Ё-моё. Ё-моё. И чё ж делать теперь? Женя! И вы можете сказать, что ну так совпало, просто любящая семья сразу приняли ребенка. Да как бы не так. Это просто не передать их реакцию. Я таких там триндюлей за такое получу. Ну, этого в эфире, конечно, нету. Вы все слышали сами. Заир запретил ей делать аборта. Пришлось рожать. Также залетная беременность от рандомного быдлона с района теперь подается как возможной наладить и настроить свою жизнь. А также должным образом не раскрываются проблемы материнства. И уж поверьте, я в этом шаре, потому что я беременный. Ладно, это пельмени. И не я один заметил, что новые выпуски это сплошная пропаганда. Комментарии наполнены возмущениями людей, которые видят, как изменился посыл передачи. И это еще не все. Но все-таки я бы, возможно, не обратил внимания на эту проблему. Ведь какая мне вообще нахрен разница до рождения рандомных детей, если бы не один маленький нюанс. Потому что параллельно с выходом «Мама в 16» спустя 11 лет выходит украинская версия «Вагитна в 16». И они просто кардинальнейшим образом отличаются друг от друга, понимаете? Если вы смотрели поочередно все сезоны российской версии «Беременная в 16», то вы могли не замечать, как постепенно, понемножку внедрялась вот эта вот повесточка. Но если же посмотреть сразу две эти передачи «Вагитна в 16» и «Мама в 16», то это становится настолько очевидно. И хотя формально эти два шоу являются одними и тем же, но на практике они совершенно разные. И вот для понимания сравните, сколько времени уделяется послеродовым событиям в «Мама в 16». И сколько времени уделяется тому же самому «Вагитна в 16», в которой показано, как героиня учится быть мамой, с какими проблемами она сталкивается, как она учится и с ними бороться, их преодолевать. Ещё, блин, неудобно то, что, блин, обуваю молоко тече. Чувствуете разницу? В «Мама в 16» на это откровенно забили хер, и забивали на это и раньше. Потому что какая разница, откуда они будут брать деньги на ребёнка, как они его вообще будут воспитывать, останется ли отец этого амогуса в семье. Это всё не важно. Ведь, как говорится, дал бог зайку, даст и лужайку. Ведь государству абсолютно всё равно, что вы будете делать с этим ребёнком. Главное, чтобы вы забеременели и родили его. А как вы потом будете его воспитывать, это уже не имеет значения. Ведь жизнь мамы, она очень тяжёлая. А жизнь мамы в 16, которая не имеет перспектив в жизни, она тяжела вдвойне. И если показывать это на экране, то вдруг кто-то задумается и не станет раздвигать свою рогатку. Но с чего я вообще взял, что это пропаганда? Какой смысл делать пропаганду через глупые шоу для домохозяек? Действительно. Действительно. Мама в 16, супермама, мамочка-папочка, будний роддома. Вот вы не прослеживаете какую-то общую тематику этих передач? И, кстати, спасибо анонимной подписчице, которая в предложку накидала много интересной инфы об этом всём. Как раньше выглядел типичный выпуск «Беременная в 16»? Глупая малолетка из неблагополучной или же неполной семьи залетает, как правило, от намного старше её мужчины. После чего она боится признаться будущим дедушке и бабушке о том, что она совершила. После чего начинаются ссоры и раздумья над тем, нужно ли делать обод. А также начинаются срачи, что теперь она не сможет поступить и отучиться, и вообще потеряла смысл жизни. Раньше было очень много ссори криков из-за образования, потому что из-за беременности девушка не может его получить, это лишает её перспектив в жизни и так дальше. Сейчас, конечно, об этом скажут, как бы, ну вот пришлось бросить колледж. Но, в принципе, как будто все всё устраивает. Конечно, с профессией физрука придётся немного повременить, но профессия мамы и домохозяйки сейчас привлекает меня больше. Но оно и понятно, ведь, как выяснилось, образование для женщины, в принципе, не главное. По крайней мере, так считает глава Минздрава. Порочная практика, которая сформировалась в обществе, я вчера об этом говорил. Когда сформировалось убеждение, что женщина должна там получить образование. После этого шоу развивается уже как повезёт. Избиение, алкоголизм, бады не хочет искать работу, возможный уход из семьи, куча слёз, роды. И, как правило, в конце была мораль от девушки насчёт того, что нужно быть серьёзной и ответственно подходить к беременности. Я хочу обратиться ко всем девушкам, кто попал или может попасть в такую же ситуацию, как и я. Заранее подумайте, готовы ли вы к этому, к такой ответственности, так рано. В то же время в новом сезоне. Я бы пожелала девочкам в 16 лет, если даже забеременели, то рожать. Ребёнок это очень хорошо. А с мужчинами, на мужчин никогда не надейтесь. Как правило, у всех участниц была очень тяжёлая судьба. Но это и понятно, потому что, во-первых, люди с нормальной судьбой в 16 не беременеют. А во-вторых, чем больше драмы, тем больше просмотра. Потому что людям интересно наблюдать за тем, как у кого-то в жизни происходит полный трындец. Если у всех всё хорошо, это просто неинтересно. Сейчас же, как правило, градус напряжения значительно уменьшился. Нет, судьба девушек всё ещё довольно драматичная. Но подаётся это немножечко иначе. Бедная девушка страдает от мамы алкоголички, залетает от какого-то мужика и бэмс, всё хорошо, дарят новенький айфон. Или же девушка из села, без единой перспективы, вдруг залетает от гастарбайтера и бэмс, всё хорошо. Ну да, как бы её абьюзят и изменяют, зато она теперь живёт в городе и у неё есть семья. Дай, никуда не поедешь, всё, молчат. Порой, смотря маму в 16, я в принципе забываю о чём эта передача. Потому что они занимаются любой тряснёй, только бы не затрагивать материнство. Они ноют, они выясняют какие-то отношения, они срутся с мамой. Одна плачет, потому что хочет платье купить. Другой погружается в сельскую жизнь. Они делают всё, что угодно. Но не занимаются беременностью и ребёнком. В то же время, в Агитте в 16, а на момент записи данного видео вышел только один эпизод, но даже в нём проблемы материнства показаны в разы шире и объёмней. Показаны проблемы того, как изменяется женское тело после родов. Показано то, как правильно кормить ребёнка грудью. Показаны проблемы после родовой депрессии, проблемы воспитания и так дальше. Небольшая поправочка. Правды ради, вскользь проблемы с растяжками в 4 серии таки упомянули. И если вы владеете соловьиной, то вы, в принципе, сами можете убедиться в том, насколько реалистичнее и лучше украинская версия шоу. Удивительно то, как в Агитте в 16 не изменилось за 11 лет. Это всё такая же гипер-трешёвая, мега-постановочная передача, которая не забывает о своей важности для будущего поколения, которая является, можно сказать, поучительной, потому что показывает не только проблемы, с которыми сталкиваются молодые мамы, но и то, как их решать. Но демография сама себя поднимать не сможет. Поэтому зачем показывать тёмные стороны материнства в таких подробностях? А если вы считаете, что это, наверное, всё просто совпадение, что вот так вот произошло у них в жизни, то нет, всё шоу, это постанова. Даже сама участница это косвенно подтвердила. Они работают по сценарию, и сценарий они пишут целенаправленно. Вот, в общем, нам не зашло, нет никакой сюжетной линии, какая-то тупая ревность. Но, по всей видимости, продюсерам телеканала Ю, которые создали это шоу, абсолютно насрать на кучу минусов и недочётов самой передачи. Ведь помимо мамы в 16 на этом телеканале демонстрируются, и будут демонстрироваться ещё куча шоу, так или иначе, связанных с беременностью. Например, мама в 45, что является той же мамой в 16, только вместо глупой малолетки там инфалитивная взрослая женщина. И, в принципе, само шоу невероятно скучное и унылое. Но ни одной беременной в 45 едины. На сайте канала имеется информация, как минимум, ещё о двух шоу подобного формата. Первый проект звучит довольно уныло. Не просто беременно. Если вы уже испытали радость материнства, а рождение ребёнка пошло не по плану и стало невероятным приключением, то ваша история заслуживает внимания. Мы приглашаем вас стать частью нового шоу «Не просто беременно» и ждём ваших необычных историй родов. В принципе, уже из синопсиса понятно, что это будет заурядное шоу, основной посыл которого не в том, что материнство может пойти не по плану, и это будет драма, трагедия, трудность. Это будет прикольно, вот приключение. А второе шоу называется «Беременная по обману». Ты забеременел от мужчины мечты, но потом выяснил, что он женат, и теперь ты не знаешь, как справиться с обманом? Телеканал её поможет. Ага, поможет распиады страничку в Телеграме, где потом героини будут рекламировать всякий скам. А ещё мне кажется, хотя это, конечно, моя шизотеория, но, возможно, комментарии под видео в Ютубе «Мама в 16» накручены, иначе я не могу их объяснить. Ну, возможно, просто люди кончены. Потому что вот как бы вы отреагировали на следующую ситуацию? 16-летняя девушка живёт в селе в многодетной семье из пяти детей, у одного из которых инвалидность. Так же, как и у её отца, который официально не работает и пьёт. Она подвигается буллингу всю жизнь и находит себе парня, который рос без отца, с кучей комплексов и мамой, которые на него насрать. Они заводят детей и переезжают обратно в село, кидая учёбу. И в итоге парень работает за 20 тысяч рублей в совхозе, а вместо фигуры отца в его жизни появляется алкаш, который ему тот уподобается и который его заменяет. Ну вот скажите честно, это вряд ли можно назвать счастливой историей. И вряд ли кто-то из вас хотел бы так жить. Но вот комментаторам всё нравится, всё просто замечательно. Заделали личинуса без перспективно жить и офигенно. Но, возможно, вы спрашиваете себя, какое мне дело, что происходит в соседней стране всё это время? Ну, в принципе, такое же дело, как в этой самой стране ко мне. Видите ли, я, в принципе, не вижу ничего плохого в том, чтобы пытаться увеличить свою демографию. В том случае, когда государство на деле пытается создать все необходимые условия для жизни. Но когда все действия в попытках увеличить демографию просто заканчиваются на том, чтобы заставить людей рожать, не создавая нормальные условия для жизни и перспективно будущее, чтобы потом их существование было настолько хреновым, чтобы для них хорошим вариантом выглядело то, чтобы пойти за 200 тысяч рублей, стать убийцей и уметь где-то в украинских степах. Священник РПЦ призвал женщин рожать больше воинов. Но вот что ты тут нам рассказываешь, если вот у вас ситуация ещё хуже? И, к сожалению, это правда. Ситуация в Украине и так была плачевной до полномасштабной войны, потому что коэффициент рождаемости был даже ниже, чем в России. Но сейчас это всё ещё усилено массовой миграцией и бессмысленными смертями. Правительство, конечно, пытается стимулировать рождаемость. Вот, к примеру, появился законопроект о том, чтобы увеличить выплаты за детей, но я не думаю, что это критично изменит ситуацию. Для меня нет выше ценности в этой жизни, чем сама жизнь. И мне больно смотреть на то, как бессмысленно погибают тысячи людей. А также очень грустно смотреть на то, как ожесточаются простые рядовые граждане, как они упиваются кровью и радуются во время очередного обстрела. И это происходит абсолютно везде и массово. И в то же время, чтобы этому как-то противостоять, покорные массы радуются этому и отдают своих детей собственными руками, кидают их в жерло войны на съедение червя. И отдельно у меня болит душа из-за того, что проблемы низкой рождаемости уже не первое десятилетие больше всего затрагивают именно европейскую цивилизацию. Величайшую цивилизацию, которая построила мир, в котором мы живём. И то, что носители этой цивилизации, этой культуры, погибают в войне, перспективно радужное будущее мне не даёт. А вам я хочу пожелать, чтобы ваши дети были плодом любви, а не пропаганды и необдуманных действий. Помните, что дети не решали, появляться ли им на этот свет, поэтому это полностью ваш долг, чтобы обеспечить им счастливое детство и перспективное будущее. Подписывайтесь на канал и заходите на стримы. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова